МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Ахтубинск ТВ. Информационная программа ныне. Коротко о главном. На 2 рубля больше за квадрат. В Астраханской области увеличат размер вноса за капремонт многоквартирных домов. В Новый год с новой больницей. В селе Болхуны завершился ремонт медучреждения. Рождественские каникулы. Первоклашек Ахтубинской школы имени Петра Котова посвятили в юные художники. И обо всем подробнее. В Астраханской области увеличат размер взноса за капремонт многоквартирных домов на 2 рубля. Проект постановления об установлении минимального ежемесячного взноса был принят на заседании регионального кабинета министров. Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Ольга Бойправ рассказала, что в рамках региональной программы в порядок уже привели 1300 домов. Но в ремонте нуждаются еще около 4500. При этом собираемость взносов составляет всего 82%, а при среднем показателе по стране в 95%. Она подчеркнула, что минимальный размер взноса должен обеспечивать достаточность средств для проведения запланированных работ, но при этом оставаться доступным для граждан. Так, уже со следующего года размер взноса составит 10,5 рублей за квадратный метр в доме без лифта и 12 рублей за квадратный метр в домах с лифтом. По новому тарифу жители региона начнут платить с февраля, когда получат счета за январь. По словам Ольги Бойправ, это позволит отремонтировать многоквартирные дома быстрее. Кроме того, было озвучено, что граждане, у которых плата за услуги ЖКХ превышает 18% от совокупного дохода, могут обратиться в органы социальной защиты для получения субсидий. Также в Астраханской области существуют компенсационные выплаты для жителей, достигших определенного возраста. Так, граждане 75 лет и старше могут получать компенсацию от уплаченных взносов за капремонт в размере 50%, а после достижения 80 лет она составит 100%. К другим темам. В селе Болхуны завершен капитальный ремонт участковой больницы. Здание эксплуатируется около 70 лет, ранее капитального ремонта здесь не было. Работы провели в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По официальной информации, подрядные организации были проведены отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, замена кровли и фасада, ремонт отопления, монтаж пластиковых стеклопакетов. Отмечается, что для пациентов с ограниченными возможностями здоровья в медучреждении созданы современные и технологичные условия. Фермеров и работников сельскохозяйственной сферы Ахтубинского района наградили в преддверии Нового года за успехи в работе. На днях в администрации муниципалитета состоялась встреча сельхозпроизводителей с начальником профильного управления Виктором Татариновым. Присутствующие обсудили ряд проблемных вопросов, наметили планы на следующий год, а также были награждены благодатственными письмами, почетными грамотами, дипломами и знаками отличия различных уровней за хорошую работу, проделанную в течение последних полутора лет. Виктор Татаринов отметил, что по результатам текущего года в Ахтубинском районе было собрано 196 тысяч тонн овощей, в том числе 29 тысяч тонн картофеля и 61 тысяча тонн бахчевых. Я понимаю, что каждый год рождает дополнительные трудности. И вот несмотря на все эти трудности, наши результаты, точнее результаты вашей работы, а мы только старались помочь, в этом году значительно как бы по валовому сбору превосходит прошлогоднее. Мы там выполнили все плановые показатели по ростеневодству, перевыполнили, которые министерство перед нами ставило. Поэтому в преддверии года нового, хотелось бы, естественно, еще раз буду сказать вам огромное спасибо и поблагодарить за этот труд. Идем далее. В селе Капустин-Яр произошло возгорание бани по причине неправильной эксплуатации печи. Пожар случился 24 декабря по улице Ломоносова на площади 15 квадратных метров. По официальной информации, на месте работало 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пострадавших нет. Тем временем жителям в очередной раз напоминают о соблюдении правил пользования отопительными приборами. Пожары чаще всего происходят из-за перекаливания печей, появление в кирпичной кладке трещин из-за применения для растопки легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или золоприемника горящих углей. Причиной перекаливания стенок и появления трещин дымовых труб может быть горение сажи, которое скапливается в дымоходах. В целях предупреждения возникновения пожаров необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины раствором из глины и песка, затем побелеть дымовую трубу. Рекомендуется топить печь не один, а два, три раза в день по часу-полтора. Рядом с печами и непосредственно на их поверхности нельзя хранить горючее имущество и материалы, а также сушить белье. Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, недопустимо поручать растопку печи малолетним детям и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Использовать отопительные печи без притопочных листов. Не меньшую опасность представляют и электронагревательные приборы. Важно не оставлять без присмотра электроприборы, включенные в сеть. Также жители просят не использовать неисправные электрообогревательные приборы и приборы кустарного производства. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного отключения. Также не включать в одну розетку одновременно несколько приборов. В случае возникновения возгорания необходимо обращаться в экстренную службу по номеру 112 или 01 в пожарную часть. В Ахтубинском военном госпитале продолжается череда творческих мероприятий. Накануне Нового года подарок раненым военнослужащим, проходящим лечение, подготовили местные артисты. С поздравлениями и пожеланиями скорейшего выздоровления к бойцам обратился военный духовой оркестр Государственного летно-испытательного центра имени Валерия Павловича Чкалова. В исполнении самой юной участницы концерта Елены Лущиковой и ее взрослых товарищей Раяны Никитиной, Лидии Кардаевой и Сергея Шиянова прозвучали песни из кинофильмов, репертуара вокально-инструментальных ансамблей и эстрадных звезд. Череда новогодних мероприятий продолжается и в Центре народной культуры специально для юных жителей города и района. Местные артисты подготовили спектакль по мотивам одноименной русской народной сказки «Летучий корабль». На одном из показов побывал и наш корреспондент Владислав Лихварь. Первый спектакль в районном Доме культуры начинается в 10 часов, а в фойе уже не протолкнуться. Целых два первых класса и школы номер два пришли на представление. У нас существует такая новогодняя традиция, каждый год перед Новым годом мы приходим в районный Дом культуры, который нас кричает теплыми мягкими огнями, горящими елками и, конечно же, замечательным представлением. Сегодня дети первых классов пришли на свою первую школьную елку. Мы надеемся, что сегодня у них будет веселое настроение, яркие эмоции. И, конечно же, они сохранятся на весь последующий год. Большое спасибо всем сотрудникам районного Дома культуры за такое приглашение, за создачу праздничного настроения. Ну и желаем всем в дальнейшем всего только самого хорошего. Настроение у всех праздничное. Многие дети уже в маскарадных новогодних костюмах говорят, что очень любят встречать Новый год. Я в наряде принцессы. Меня зовут Арина Иванова. Я очень сильно ждала Новый год. Сразу после спектакля здесь, в фойе, у нарядной красивой елочки-иголочки у них состоится встреча настоящих Деда Мороза и Снегурочки. Они будут веселиться с детворой. А тем мальчикам и девочкам, которые хорошо учатся в школе и расскажут хорошие стихи, вручат подарки. Вот поэтому у елочки уже идет репетиция. Елка в блесках ледяных, в теплых слезках смоляных, теплая, зеленая, свежая, зеленая, солнце мазареное. Снег идет, значит скоро Новый год. Дед Мороз к нам придет, всем подарок принесет. Белая береза под моим окном, принакрасненько, будто серебром. Мне елку купили, мне елку купили в лесу, на опушке ее не рубили. А сделали елку на добром заводе, хорошие дяди, веселые тети. Дед Мороз зажег огни, елка засияла. Мне снежинка белая, на ладонь упала. Я Мороза не боюсь, и к зиме готова. Я хочу сегодня всех поздравить с Новым годом. Время подошло к десяти часам. Первоклассники строятся и проходят в зал Дома культуры. Здесь уже и взрослых много. Им тоже интересно посмотреть спектакль. Артисты районного Дома культуры каждый год готовят новую постановку. В этот раз покажут сказку «Летучий корабль». Это народная сказка в обработке творческого коллектива Центра народной культуры. Ее вариантов много. Но, как говорят те, кто ее успел посмотреть во время репетиций, этот вариант, Ахтубинский, самый лучший. Сценарий навеян многими известными и популярными героями любимых сказок. Зрители без труда узнают в образе главных героев Иванушку-дурачка, нехорошего царя, хитрецов, его сыновей, красавицу-царевну. Чтобы жениться на ней, Иванушке пришлось построить летучий корабль, разбить царское войско, выполнить много добрых дел. Сказка учит добру, отзывчивости, уважению к старшим, быть добрыми, честными и, конечно, иметь много верных друзей, с которыми любое дело по плечу. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Продолжаем выпуск. В концертно-выставочном зале Муза открылась ежегодная выставка «Рождественские каникулы», в рамках которой воспитанники Ахтубинской художки представили свои лучшие работы. Однако предновогоднее мероприятие ознаменовалось не только красивыми картинами, но и традиционным событием для самых юных учащихся школы, посвящением в первоклассники. Подробнее в нашем следующем сюжете. По давней традиции в преддверии новогодних праздников в концертно-выставочном зале Муза открывается выставка, которая носит символичное название «Рождественские каникулы». Авторы произведений – никто иные, как воспитанники художественной школы имени Петра Котова. Уже полвека в стенах учреждения дети познают азы изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, а после радуют яркими тематическими работами любителей прекрасного. У нас здесь работы итоговые, как дипломные работы пятого класса, которые у нас в этом году выпускались, в 22-м году. Также у нас очень много здесь конкурсных работ, очень интересных. Ну и те работы, которые по станку и композиции они выполняют. В рамках ежегодной выставки проходит еще одно событие, которого с нетерпением ждут юные художники, только недавно начавшие свой путь. Посвящение в первоклассники – неотъемлемая часть предновогоднего праздника. В этот день начинающим творцам особое внимание. Специально для них подготавливаются тематические конкурсы, загадки и ситуации. И, чтобы никому не было скучно, в помощь Дед Мороз, Снегурочка и различные сказочные герои. Это, по словам руководителя учреждения, помогает понять отношение детей к изобразительному искусству, выявить их сильные и слабые стороны, узнать, чему смогли научиться первоклассники за 4 месяца учебы. А их, к слову, в художке в текущем году порядка 30 человек. Нам очень везет на деток, потому что они очень способные, очень талантливые. И, что немаловажно, даже несмотря на то, что они шустрые, активные, они очень плодотворно работают. И нам, как педагогам, очень приятно, что дети быстро впитывают. Они внимают каждому слову. У них есть какой-то свой творческий взгляд. Иногда даже смотришь, и у них такие работы, которые, ну, наверное, мне бы не пришли в голову, а им приходят. Ну, конечно, эта детская непосредственность, она играет свою роль. Это очень хорошо, это очень здорово. В теплой, уютной и дружественной атмосфере первоклассники получили грамоты, дипломы и благодарственные письма за свои старания и участие в областных, региональных, районных и школьных конкурсах. Но, пожалуй, самым важным для них в этот день стал именной диплом юного художника, который ребята сохранят до дня своего выпуска. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ. В районном историко-краеведческом музее появились новые экспонаты для жителей Ахтубинска. Гостям готовы показать коллекцию монет и бумажных денежных знаков периода СССР, новогодние советские игрушки, а также живописные картины местных художников, рассказывает Илона Саакова. В преддверии новогодних праздников наша съемочная группа отправилась в районный историко-краеведческий музей. «Что мы там не видели?» – скажете вы. А мы вас попробуем удивить и ответим, что там сегодня открыто аж пять выставок, где вы узнаете, какими деньгами раньше расплачивались люди, чем в советское время украшали елку и как прямо из музея порадовать друзей и близких. На входе в музей нас встретил директор, и мы пошли смотреть экспозиции. Так коллекционеры старинных денежных знаков Сергей и Владимир Ефремовы представили подборку монет, посвященных российской и советской авиации. На оформленных планшетах можно увидеть значки с первыми советскими и российскими самолетами, портретами летчиков-испытателей, денежные знаки с портретом Владимира Ленина, что является для коллекционеров настоящим сокровищем. Коллекционирование не подразумевает собрание никому не нужных вещей. Это собрание тех предметов, которые отражают историю нашей Родины или мировую историю. И каждый экспонат, например, в этой выставке почти 600 значков. Каждый экспонат о каждом значке можно рассказывать и писать и книги, и статьи. Здесь можно не только увидеть, как выглядели советские деньги, но и узнать историю этих монет и купюр. Автор надеется, что посетители выставки заинтересуются историей нашей страны и, конечно, коллекционирования. Ностальгию и умиление обязательно вызовет и еще одна музейная выставка. Это экспозиция советских елочных игрушек. Сохранить такие украшения – настоящее искусство, ведь большинство из них сделаны из тонкого стекла. Поэтому в наше время эти игрушки – большая редкость. В нашем музее вы можете прийти, посмотреть, как эти игрушки выглядели, вспомнить свое детство, потому что не у многих они сохранились, но многие их помнят. На витринах представлены и новогодние открытки советского периода с известными и популярными на тот момент героями. Кстати, к Новому году музей также предлагает отправить поздравительные открытки своим друзьям и родственникам из других городов. Вы можете отправить привет из города Ахтубинска по всей России и по всему миру, собственно, с помощью почты. Вот такой новогодний милый подарок, который будет напоминать вашим друзьям, родственникам о том городе, в котором вы живете. Для любителей изобразительного искусства под душе будет еще одна тематическая выставка под названием «Зимний вернисаж». В музее представлена картина, которую нарисовали художники из Ахтубинской школы искусств. Все работы посвящены зиме. И это даже не все экспозиции, которые сейчас можно увидеть в музее. Рассказывать обо всех специально не будем. Сами придете и увидите. Илона Саакова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ. И приходим к новостям спорта. Ахтубинские рукопашники приняли участие в первенстве Южного федерального округа по рукопашному бою памяти героя России Михаила Ревенко. Среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. Турнир прошел в городе Волгодонске. В соревнованиях приняли участие 541 спортсмен из 7 субъектов Российской Федерации. Волгоградской и Ростовской областей, Республик Крым и Калмыкия, Краснодарского края, города Севастополя и с Астраханской области. В их числе и рукопашники Ахтубинского района. Я считаю, что наша Астраханская область выступила очень успешно. Естественно, в эту общую команду входили и наши Ахтубинские ребята. И мы внесли достойный вклад для того, чтобы в возрастной группе 12-13 лет мы заняли второе общекомандное место 14-15, также второе общекомандное место 16-17, первое общекомандное место. И лишь только 18-21 для нас оказался немножко сложным. И в продолжении темы. На дня в городе Астрахани прошел чемпионат области по кикбоксингу в разделах лоу-кик. Команду Ахтубинского района представили 5 спортсменов. По итогам поединков все заявленные кикбоксеры смогли взобраться на пьедестал почета. Так, ребятам удалось завоевать три первых места и два третьих. Тем временем показали свои способности и местные шахматисты. В минувшие выходные в управление образованием Ахтубинского района состоялся предновогодний турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 30 человек. Соревнования проходили в четырех категориях. Общий зачет – юноши моложе 18 лет, девушки также моложе 18 лет и ветераны 60 лет и старше. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями, а абсолютный чемпион – кубка. И в завершение выпуска. В Ахтубинске продолжает работу резиденция Деда Мороза. Напомним, она была открыта на базе концертно-выставочного зала «Муза» в русском центре Горлица. Там для детей проходят сказочные вечера в тереме с Дедушкой Морозом. По словам организаторов, ежегодно такая площадка пользуется большой популярностью у ахтубинцев. В качестве дополнения к встрече с главным новогодним волшебником в этом году была предусмотрена возможность проведения фотосессии и чаепития, а также почта Деда Мороза. Резиденция будет работать до 30 декабря включительно. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. А у нас на этом все новости. Продуктивного начала крайней в текущем году рабочей недели. Будьте в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова